Доброе утро. Сегодня, по традиции, наш субботний вебинар посвящен анализу мировых рынков. Уже оставшим традиционно мы рассмотрим то, как вели себя западные и азиатские площадки на прошедшей неделе. Рассмотрим ситуацию, что предшествовало росту или падению тех или иных площадок. Мы подробнее чуть остановимся на анализе товарных рынков и уже в конце рассмотрим корпоративные события и какие-то корпоративные идеи на предстоящую неделю, на предстоящее время. Текущая неделя закрыла достаточно положительно. Большая часть индексов, как азиатских, так и европейских, и западных, и американских, по итогам недели показала положительную динамику. Несмотря на то, что продолжают активно муссироваться в прессе события вокруг России и Крыма и присоединения к нему Крыма, санкции, которые идут в отношении Российской Федерации, пока остаются достаточно легенькими, лайт-версия, которые не вызывают никакого пока опасения относительно экономических перспектив России. Западные инвесторы это прекрасно понимают, и поэтому это не мешает западным площадкам и азиатским площадкам инвесторам продолжать покупать активы, и, как следствие, мы видим продолжающийся рост в большинстве, по большинству индексов. Что касается американских площадок на текущей неделе, большая часть индексов секторов показала положительную динамику, единственным показавшим достаточно существенное снижение является сектор перерабатывающей промышленности, который по итогам недели показал чуть меньше 2% снижения. Что хотелось бы отметить, одним из ключевых событий на текущей неделе стала публикация отчетов заседания Комитета по рынкам ФРС США, и согласно результатам, ни для кого не стало секретом, что программа облигаций с рынка была вновь сокращена на 10 миллиардов долларов. Шаг достаточно предсказуемый, запланированный. Более того, мисс Елен говорит о том, что программа выкупа будет постепенно сокращаться, и ожидается, что уже к осени эта программа будет полностью свернута. Что интересно, что по итогам заседания большая часть семестров ожидали новых целевых ориентиров для снижения программы. Если раньше этот символ был на уровне, таким показательным моментом был уровень безработицы на уровне 6,5%, то в тот момент, когда экономика США уже достигла этого уровня, стал логический вопрос о том, на что же будут в дальнейшем ориентироваться власти США, власти ФРС о решении относительно дальнейшего стимулирования или не стимулирования экономики США. каких-то существенных заявлений будет, на что конкретно будут реагировать власти, не последовало. Мисс Елен сказала по поводу того, что будет принято во внимание большое количество факторов. Какие конкретно это не было озвучено. Инвесторы сходятся во мнении, что следующий для достижения является уровень инфляции в 2%. Это что касается США. На текущей неделе, стоит отметить, вы уже, наверное, увидели, что по итогам недели продолжит падение индекса Nikkei. Напомню, что по итогам прошлой недели этот индекс также продемонстрировал достаточно существенное снижение, больше, чем азиатские индексы других стран, больше, чем западные площадки также. Обуславливается это тем, что на текущей неделе был принят план бюджета на предстоящий год, и этот бюджет был на 3% выше, чем планировалось изначально. Рынки негативно отреагировали, японский индекс негативно отреагировал на эту новость. Дело в том, что сравнительно недавно была публикована новость о том, что власти Японии увеличили налоги в стране с тем, чтобы снизить дефицит бюджета и пополнить бюджет. Однако принятый бюджет на предстоящий год говорит о том, что несмотря на увеличение налогов, планируется продолжить активное стимулирование экономики и увеличить расходы. То есть идет симметричный рост как расходов, так и планируемых доходов, и какого-то существенного замедления, например, в темпе роста долга к ВВП страны не ожидается. Наоборот, многие эксперты сходятся во мнении, что такой шаг, как увеличение бюджетных расходов, снова приведет к тому, к наращиванию долговой нагрузки в стране. Сейчас планируется очередное увеличение программы стимулирования экономики США и Японии. Целью для японского правительства продолжает стоять уровень инфляции в 2%. Многие эксперты, например, из Банка Японии заявляют о том, что эта цель является слишком высокой для текущего состояния как японской, так и европейских и западных экономик, и более адекватной была бы цифра в 1%, то есть более чем в 2 раза снижение целевого показателя. Многие эксперты из Банка Японии и ключевой эксперт Киучи заявляют о том, что вполне вероятно, что рост расходов приведет к обратной реакции и заявляют о том, что программа, которая происходит сейчас по аналогичной программе QE3 в США по выкупу апплигаций с рынка может негативно отразиться на экономике Японии в целом и будет примерно то, что сейчас происходит в США. То есть достаточно болезненное и очень сфокусированное внимание инвесторов на моментах именно выхода из этой программы. Многие делают акцент на том, что помимо монетарного стимулирования может сложиться обратный эффект за счет, скажем так, привыкания и в отсутствии дополнительных мер по структурным реформам в экономике будет достигнут обратный эффект от стимулирования. Китай на текущей неделе подрос. Это идет разрез тем, что происходит в экономике. Дело в том, что на текущей неделе, как и на прошлой неделе, было достаточно существенное ослабление курса юаня. Уровень юаня упал к отметкам 10-месячной давности. Продолжается уже не первую неделю ослабление местной валюты и инвесторы заявляют о том, что позитивный для экспортеров сигнал может являться негативным для инвесторов на Форексе, инвесторов в эту валюту. Дело в том, что уже не первый год многие инвестиционные департаменты банков и других брокерских и каких-то инвестиционных компаний ставят на рост, на укрепление юаня и, соответственно, пытаются хеджировать как-то риски, ставя на удорожание местной валюты. Однако текущая ситуация может привести к той ситуации, что будет фиксация убытков именно по торговым стратегиям банков и инвестиционных компаний. Новость достаточно негативная, на наш взгляд. Дело в том, что в условиях существенного роста кредиторской задолженности ситуация выглядит не лучшим образом. На текущем графике вы можете наблюдать, что общий долг страны продолжает увеличиваться. Сейчас он составляет более чем 200% КВВП. Большую часть из этого долга составляет именно корпоративные задолженности. которая год от года продолжает увеличиваться и при сохранении текущих темпов составит уже порядка 250% КВВП к 2015 году. Большая часть долга – это именно корпоративный долг. и динамика его, очевидно, уже не первый год. Начиная с 2009-го я видела графики и более ранних лет демонстрируют явную тенденцию к увеличению. И в условиях именно таких спекулятивных активностей, как я говорила раньше, многие могут зафиксировать убытки. Что касается корпоративной задолженности, на текущей неделе была очередная новость о том, что вторая компания уже, это именно строительная компания, компания застройщик претерпела дефолт по корпоративным облигациям. Это уже второй дефолт за последние две недели. Рост задолженности продолжается, однако в условиях замедления экономики многие банки начали пытаться заранее вернуть свои и пополнить таким образом уровень своей ликвидности за счет отзыва и попытки заранее погасить выданные кредиты. На текущем графике вы можете наблюдать то, как росла корпоративная задолженность в Китае по годам и сейчас этот уровень составляет порядка чуть меньше 3-5 триллионов юаней. Большая часть приходится именно на компании застройщиков и энергетические компании. Многие эксперты отмечают о том, что уровень задолженностей и дефолтов по компании застройщиков – это не ново, но в условиях текущей ситуации не исключен вариант, что ситуация продолжится ухудшаться лавинообразно, и мы можем увидеть как ухудшение ситуации просто в экономике, так и ухудшение ситуации в достаточно стабильном банковском секторе. Это пугает инвесторов, однако, несмотря на все это, вложения в китайские акции продолжаются, и индекс демонстрирует достаточно существенный рост неделю за неделей. Что хотелось бы отметить еще. На текущей неделе в товарной рынке большая часть продолжила снижаться, по итогам недели медь почти осталась без изменений. Драгоценные металлы немножко просели. На текущей неделе выходила новость о том, что новость по статистике спроса потребления именно серебра. Статистика опубликованная говорит в пользу того, что спрос на серебро продолжает сохраняться. Большую часть, порядка 90%, приходилось на драгоценные украшения, однако общий объем не вырос меньше, чем предполагалось, если стоял порядка 17%. Напомним, что по итогам прошлого года серебро было одним из аутсайдеров и просело больше, чем на 30%, хотя металл, с которым традиционно сильно достаточно коррелирует серебро и золото, снизился меньше. В общей корзине потребления драгоценных металлов доля также снизилась с 31% до 23% в прошлом году. Один из крупнейших потребителей этого металла Индия наблюдается некое замещение потребления золота на серебро. Сейчас спрос на этот металл в стране вырос до больше, чем 5000 тонн. Видела также статистику спроса по exchange traded funds на этот металл и, соответственно, динамика спроса также растет, что говорит о некоторой перекладке инвесторов с золотых ETF на серебряные ETF. Что касается цены, на текущий момент цена составляет чуть больше 20 долларов за унцию. Многие консенсы прогноза на 2014 год стоят на максимум на 25 долларов за унцию. То есть какого-то существенного роста, как и по золоту мы уже неоднократно упоминали в прошлых вебинарах, не ожидается. На текущей неделе нами был опубликован обзор по акциям Microsoft. Финансовые показатели компании достаточно стабильны, однако есть некое ощущение увеличения рисков в силе того, что общая линейка продуктов не испытывает все больше и больше наблюдается неких провалов. так можно отметить, что провалился запуск операционной системы Windows 8, продолжает увеличиваться конкуренция среди компаний. Динамика финансовых показателей последних трех лет говорит о похудшении финансового положения как с точки зрения долговой нагрузки, так и с точки зрения рентабельности. Несмотря на все это, акции компании продолжают оставаться недооцененными, продолжают оставаться в повышательном исходящем тренде. мы в начале недели ставили целевую цену на уровне 45, чуть больше, чем 45 долларов за акцию. На тот момент цена стояла на 20% ниже нашей целевой цены, однако за неделю этот топ-сайт был на 7% отыгран. Дело в том, что все чаще выходят новости о том, что планируется смена топ-менеджмента в компании и это является своеобразным драйвером роста бумаг. Пока неизвестно, кто придет на пост главы Microsoft, однако на этом, на том, что на информации об уходе, намерениях об уходе главы Microsoft спровоцировали такой достаточно стремительный рост более чем на 7% в акциях в бумагах. Что касается событий предстоящей недели, будет на текущей неделе на предстоящей будет много достаточно статистики, будет промышленное производство как в Китае, так и во Франции и Германии, интересным будет публикация по итогам среды ВВП в Великобритании за год и в пятницу ожидается публикация ВВП за квартал во Франции. На предстоящую неделю мы также видим возможности для продолжения нисходящего движения в бумагах Twitter. Акции по итогам пятницы закрылись вблизи уровни поддержки на 49,8 долларов за акцию и в условиях отсутствия существенного спроса динамика объема торгов и отношения инвесторов все больше и больше наводит нас на мысль о том, что акции продолжат спускаться к более адекватным ценовым ориентирам на который на наш взгляд стоят ближе к отметке 40 долларов за акцию. На текущей неделе выходило также сообщение о том, что Twitter был запрещен, но небольшой скандал произошел с Турцией и акция, не акция, деятельность компании была приостановлена в этой стране, но акции не отреагировали должным образом на информацию и продолжили плавно и медленно снижаться к более адекватным ценовым ориентирам. Напомним, что наша последняя целевая цена по акциям этой бумаги была на уровне 35 долларов за акцию. Компания продолжает оставаться убыточной, монетизация пока отстает от темпов роста базы пользователей, однако и темпы роста базы пользователей по итогам 4 квартала 2013 года продолжают начали замедляться, что достаточно негативно в целом для компании. Ожидаем, если не повторения, то по крайней мере схожи динамики как с Facebook, то есть за предстоящий год компания, на наш взгляд, акции компании продолжат снижаться и потом достигнув определенного уровня уже пойдет возможно пойдет другая совершенно динамика. Это что касается событий прошлой и предстоящих недели, на этом пожалуй все. Всем спасибо. Успешных торгов!